Здравствуйте! Тема урока – массовая крестьянская колонизация Казахстана. Сегодня на уроке рассмотрим причины и последствия переселенческой политики Российской империи. Исследовательский вопрос. Как переселенческая политика царизма изменила жизнь казахского общества? Ключевые слова на уроке. Крепостная зависимость – это личная зависимость крестьян от помещиков. Крестьяне работали на земле помещиков, платили оброк. Они не имели права свободно выезжать куда-либо и жениться. Крестьян могли продать, заложить или подарить. Ходоки. Выборные от крестьян, посланные куда-либо с ходатайством. С проведением административных реформ в 60-х-90-х годах XIX века царским правительством земля казахов объявлялась собственностью Российской империи. Была подготовлена почва для широкомасштабной крестьянской колонизации в Казахстан. Отныне земли казахов изымались для переселившихся на территорию Казахстана крестьян. Так была подготовлена почва для широкомасштабной крестьянской колонизации Казахстана. Отныне земли казахов изымались для переселившихся крестьян. Причины переселения крестьян на территорию Казахстана. Было несколько причин. Во-первых, в 1861 году в Петербурге Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в России. Это говорило о том, что большая масса крестьян осталась без земли, или у них было очень мало земли. Поэтому это вызвало бунт среди крестьянского населения. Таким образом, царское правительство решило наделить крестьян землей и подготовило почву для переселения крестьян на территорию Казахстана и Западной Сибири. Во-вторых, участившиеся восстания на территории Казахстана казахами, царское правительство решило с помощью крестьян создать надежный оплот империи. В-третьих, царское правительство хотело перевести намадов на оседлый образ жизни. Таким образом, освобождались большое количество земель, и так было легче контролировать намадов. В-четвертых, царское правительство хотело использовать крестьян для осуществления политики русификации и христианизации местного населения. И в-пятых, царское правительство планировало превратить Казахстан в хлебную житницу империи. В европейской части России распространили слухи и письма переселившихся крестьян о привольной жизни на новом месте, что также способствовало скорейшему переселению крестьян в Зауральскую окраину. Начало крестьянского переселения. В 1866 году по разрешению Главного управления Западной Сибири крестьяне впервые стали переселяться в Казахстан. Это были мещане различных сибирских городов, крестьяне Курганского и Ишимского округов Тобольской губернии. Первые переселенцы появились в местности Саумал-Коль на территории Кокчетавского округа, а остальные расселились в казачьих станицах. 13 июля 1889 года царское правительство подготовило и утвердило положение о добровольном переселении сельских обывателей и мещан в Томской и Омской губернии на казенные земли, а также в Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях. Возможность соединения Казахстана с Сибирью приволжскими промышленными центрами ускорила политику переселения в Казахстан. Для того, чтобы переселиться в Казахстан, отправлялись ходоки, которые разведывали ситуацию, брали в аренду казахские земли и стали их заселять, сеяли и смотрели, плодородные это земли или нет. Если земли оказывались плодородными, они призывали приехать в Казахстан своих земляков. Таким образом, появлялись первые русские поселения и казахи оставались без своих законных земель. Царское правительство предусмотрело переселенцам ряд льгот. В первую очередь выдавался на дел по 30 десятин земли на мужскую душу населения. На 15 лет освобождались от всех видов налогов и повинностей. Выделялся кредит до 100 рублей. Нуждающимся выдавались беспроцентные суды. Царская политика переселения повлияла не только на хозяйственную жизнь, но и на духовную жизнь казахского народа. Об этом мы будем говорить на следующем уроке. Усиление темпов переселения крестьян. В 1892 году началось строительство Транссибирской железной дороги, проходившей по Северному Казахстану. Для этого у казахов было дополнительно изъято 4 миллиона 200 тысяч десятин земли. Со строительством железной дороги переселение стало принимать более организованный массовый характер. Комитет Сибирской железной дороги стал также заниматься вопросами переселения крестьян в район железной дороги. 100 верст южнее дороги. Переселенцев перевозили в неприспособленных и переполненных вагонах. На узловых станциях в городах Петропавловск, Омск в летнее время собирались десятки тысяч переселенцев. Зачастую они оказывались под открытым небом, иногда в ненастную погоду. Недостаток продовольствия и медицинской помощи приводил к болезням и нередкой гибели людей. Вскоре на этих станциях были открыты переселенческие пункты и больничные бараки. Отныне с переселенческими поездами стали отправляться и фельдшеры. Согласно данным правилам предусматривалось массовое изъятие излишков земель у коренного населения, включая растительные системы и водные источники. В этом же году были утверждены правила переселения в другие области Казахстана. Основные функции переселенческих управлений. В первую очередь главная функция была – это выявление новых земельных излишков для создания переселенческого фонда. Царские власти предоставили переселенческим управлениям полное право на изъятие земель у казахов и насильственное выселение их с обжитых веками своих родовых земель. Крестьянское население объединялось в волости. Вначале они подчинялись уездному начальству, а затем к крестьянским начальникам. А теперь давайте послушаем рассказ очевидца. Очевидец рассказывает, что в первых числах августа нынешнего года в этот аул приезжал переселенческий чиновник, фамилию которого жители не знают, собирал сход и объявил киргизам, что они переселялись за 180 верст от аула. Когда киргизы выслушали это объявление, то все опустили голову, и никто слова не произнес. Царило гробовое молчание. Чиновник уехал, а киргизы остались до поры до времени, погруженные в глубокие горькие думы о своей горькой участи. С весны 1891 года доступ в казахскую степь был официально закрыт для переселенцев. Но остановить поток желающих было очень трудно. В России был сильный неурожай, начался голод. Это вызвало дальнейшее усиление самовольного крестьянского переселения в регион. Это данные Омского вестника 1911 года. Ухудшение положения местного населения. В связи с изъятием земель, естественно, ухудшилось положение казахского населения. Они были вынуждены переходить на оседлый образ жизни. Основная масса уходила в горнодобывающую промышленность, чтобы как-то себя прокормить. Положение казахов-семеречья усугублялось тем, что в первую очередь изымались земли для переселившихся уйгуров и дунган. Об этом мы будем говорить немножечко позже. Знаток семеречья Никольский писал, «При водворении в степи крестьян переселенцев для них отводили самые лучшие земли, нередко занятые киргизскими зимовками. С киргизами не стеснялись и заставляли их уходить с насиженных мест». В Омском уезде было изъято 52% всех казахских земель. В Кустанайском уезде было изъято 54% и в Акмолинском уезде было изъято 73% земель. Все вышесказанное способствовало разложению кочевого и полукочевого сискотоводческого хозяйства. Переселенческий чиновник Головачев писал, «В Акмолах существует целая киргизская джатакская слободка, сотни лачуг, сплетенных из дерна». В данном случае джатаки – это обедневшиеся крестьяне, которые были вынуждены уходить в горнодобывающую промышленность. А теперь проверим полученные знания. Выполним тест. По временному правилу о крестьянских переселениях в Семеречье в 1868 году, кроме предоставления земли, переселенцы из России освобождались от всех налогов и повинностей сроком на 15 лет. По временному правилу о крестьянских переселениях в Семеречье в 1868 году, переселенцам на душу мужского населения выделялось по 30 десятин земли. Следующее задание. Ответьте на вопросы. Проверяем. В каком году был принят манифест об отмене крепостного права в России? В 1861 году. Когда крестьяне впервые стали переселяться в Казахстан? В 1866 году. Массовое переселение русских крестьян в Казахстан начинается после проведения в жизнь реформы 1867-1868 годов. Основные положения темы. В 70-х годах XIX века началось переселение российского крестьянства во вновь образованные области Казахстана. В 80-х годах XIX века переселение принимает массовый характер. Стремление царской России колонизировать регионы Казахстана привело к тому, что из европейской части России было переселено очень много крестьян, которые повлияли на этнический состав казахского общества. С дальнейшим ходом переселения крестьян мы познакомимся на следующем уроке. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok